кто-то может видеть здесь просто куски кожи там кусок замши но я в первую очередь вижу для себя это увлечение то есть мне приятно взять вот это в руки и просто ее ощущать осетинские ремесленники игорь и дмитрий в своей мастерской проводят все свободное время еще год назад друзья не думали что их увеличение может превратиться серьезный бизнес молодые люди занимаются изготовлением эксклюзивных портмоне и чехлов на документы из натуральной кожи мы естественно используем только качественное сырье это кожа и замша вот кожу мы берем в основном крс из двух стран вот кожа первого типа которую видите сейчас это турецкой высокого качества кожа второго типа вот например вот это вот мы ее заказываем в москве но страна производитель это южная корея на создание одного авторского изделия уходит не просто два с половиной часа работы ремесленники вкладывают все свои умения и любовь к делу в день ребята изготавливают около пяти различных моделей времени хватает лишь на это цены не кусаются каждый найдет себе здесь что-нибудь по карману не так давно к ребятам в мастерскую заглянул глава республики вячеславу битарову так понравилось производство что он тоже прикупил себе парочку изделий глава подметил что качеством товар ничем не уступает итальянскому или турецкому битаров пожелал ремесленникам удачи и пообещал государственной поддержки начинающему бизнесу за красивыми и прочными изделиями скрывается много упорства и столько же профессиональных тайн на просьбу показать как они делают такие замечательные вещи ремесленники сначала отказывались но после долгих уговоров все же раскрыли парочку секретов мы берем шаблоны которые специально изготовили и благодаря им мы выкраиваем изделия то есть определенные формы сейчас вам покажу вот на примере кладча вот здесь раз два три четыре пять частей вот мы их выкраиваем потом соответственно клеим на низом после этого мы все это склеиваем и вот шьем на наши швейные машины казалось бы что особенного в этом товаре ведь сейчас на мировом рынке огромное разнообразие кожгалантерейных товаров привлечь клиентов удалось не только эксклюзивностью и качеством свое дело сделал неповторимый стиль и национальная тематика на каждом изделии отпечатывается знак который так или иначе символизирует осетию например бюст коста хита гурова или осетинские орнаменты и даже под названием компании скрывается большой сакральный смысл образование нашей компании точнее нашего бренда он начался с того что мы реально с димой сели и начали думать как же ее назвать ну вот можно сказать да то что это просто можно назвать как угодно но на самом деле мы сидели и думали реально очень долго и в конечном итоге мы пришли вот к этому бон сарта состинского на русский бон это день сард эта жизнь но для нас это в первую очередь день жизнь то есть мы как бы включили в это название свою философию и она говорится о том то что живи одним днем в ассортименте пока только 12 моделей но уже совсем скоро линейка производимых товаров станет шире ребята собираются шить сумки и рюкзаки планы у этих идейных молодых людей очень большие самой ближайшей перспективе выход на российский рынок и открытие полноценной именитой мастерской бон сар то есть мы хотим создать не просто какое-то производство именно ту мастерскую которая будет называться естественно бон сар за которой будет закреплено не просто название а чтобы человек покупая вещь он знал что бон сар это в первую очередь качество стиль и практичность